В молодежной столице России Владивостоке отметили День молодежи. Праздник традиционно развернулся на набережной Цесаревича, где работало более 50 тематических площадок. В этом году Владивосток стал абсолютным лидером по количеству регистраций на День молодежи среди регионов России. Я искренне рад приветствовать всех здесь, в молодежной столице, которые мы долго шли упорным трудом. И благодаря нашей совместной работе, потому что в Приморском крае проживает 470 тысяч молодых ребят, мы победили. Мы победили, и это дало нам возможность встречать вот таких великих гостей из Росмолодежи и Министерства по развитию Дальнего Востока, которых помогает обустраивать город нам ежегодно. В рамках праздника прошли встречи активистов города с представителями власти и руководством крупных федеральных и региональных структур. Молодежь поднимала самые разные вопросы. В частности, речь шла о том, с чего начать свое дело, на какие меры поддержки от государства могут рассчитывать малый и средний бизнес. Хотел сказать, у нас ежегодно проводится в ДМФУ конкурс стартапов, где лучшие проекты получают по 2 миллиона рублей. Если он прошел дальнейший отбор, то он получает еще 10 миллионов. И в дальнейшем может организовать свое производство. Есть поддержка малого бизнеса. Вы можете обратиться за получением макрокредита, микрокредита с практически минимальным процентом. То есть вы можете получить средства на приобретение какого-либо оборудования. Владивосток передал эстафету празднования Дня молодежи Москве через телемост, соединив праздничные площадки. Нас собрало здесь 56 тысяч, чтобы послать с берегов Тихоокеана привет нашим друзьям из Москвы. Мы сегодня действительно первыми начали. И передаем эту эстафету вам, дорогие ребята, чтобы она докатилась до Калининграда, чтобы мы видели, что мы одна семья, одна страна. День молодежи во Владивостоке планируют отмечать целую неделю. С 30 июня по 5 июля с 16 до 21 часа на набережной Цесаревича будут организованы тематические дни, посетить которые приглашаются все желающие. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на восьмом.